Девушки отдыхают Добрый вечер! Спасибо! Девушки отдыхают Время радикальных перемен Чем вам запомнился этот период И что происходило в политике В это время В 1987 году Ты знаешь, в принципе, этот год был очень хорошо Потому что был полный классно Перостройка Девушки отдыхают Это было хорошо Потому что они могли сначала делать концерт В большой зал Они были много на телевидении На радио Все перемены Поэтому это было все веселое Но для меня Это тоже было хорошее время Начал работать с МСМО Потому что я был официальный Я начал делать официальные работы Согас концерты Международная книга Согас У меня был Начал контракт Девятовый концерт В Матвай И Борис будет играть И пить с ним У меня был Делопродюсер Фил Ремон Приезжает И встречает Борис Попробую делать английский альбом Америка Было все хорошее А я уехала в Америку В конце Средний Январ Просто делал месяц Шесть недель И делал каток И вернулся в мою семью И друзья Делал мой большой Сварбас и Юра А три дня до я Должен Вернулась Мой визу был закрыт И я был враг России Поэтому Этот год Тогда был Все моя жизнь Сломалась Поэтому Этот год И мне был Один из самых трудных Потому что Я не могла Вернулась Почти Восемь месяц Поэтому Это был Очень трудный Период Но Наконец-то Как Фил Голливуд Наконец-то Я вернулась И Отдел Сварбас и Юра В конце Восемьдесят Поэтому Было плохо Но Было уже хорошо Спасибо Накануне Летом 1986 Выпустили В Америке Альбом Красная волна Какую реакцию Он встретил На Западе И в СССР Красная волна Очень важная Америка Потому что До этого Мы не знали Ничего Попробую Северский Союз Кроме Что было На новости Вот эта пропаганда Что Это Наша Брак Это Плохо Место Ничего Хорошее Поэтому Пластин Красная волна Это Дал Сглад Что Ты Можешь Понимать А Здесь Крутые люди Россия Как Америка Поэтому Это было Очень хорошо Дело Открыть глаза Американцы Знают Что Есть Что Интересное Россия А Дело Россия Это Было Хорошо Потому что Все Фан Вот Эта Группа Они Знают Что Эта Группа Очень Хорошо Но Они Не Можешь Быть Официрован И Что Я Делала Музыка Америка Это Дай Как Уважение Эта Группа Поэтому Все Фан В Эту Группу Они Очень Веселые Что Эта Пластин Помоги Что Трогать Все Официальные Здесь Побудто Открыть Андерран И Делать Мелодия Делать Кино Может Делать Большое Гестрол Я Думаю Что Это Важный Америка И Тоже Важный Для Россия Спасибо Большое Джана А Сейчас Дим Учвей А Вы С Следующий Вопрос Будет Личный Немного Личный С Какими Преградами Вы Уже Немножечко Отвели На него В Вашем Ответе С Какими Преградами Вам Пришлось Толкнуться Чтобы Соединиться С И И С И С С С С С С С С Первое Как-то Мой Визу Был Закрыть Я Был Плакать Мои Родители Попробуй Помоги Они Знал Люди Политика Америка Но Что Ваши Люди Они Попробуй Но Это Не Успе И Конечно День Мой Сварда 6 Апрел Я Сидела Дома И Плакать И У Волоси Корот Я Чувствую Бессил Что Я Не Могу Делать Ничего Но После Время Политика Америка Они Попробуют Делать Телакс Россия И Скажешь Что Как Два Люди Любят Друг 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 Нужно Что Они Можут Быть Время И Очень Ничего Случилось Даже Советские Не Ответ Ты Наш Сона Америка Куда Делать Телакс Два Большие Люди Россия И Россия Просто Не Ответ Это Просто Странно И Я Тоже Чего Много Телакс Газ Концер Наш Наш Народ Где У меня Помог Много Работать Они Просто Тихо Как Я Умер Это Очень Странно После Много Время Был Один Сенатер Калифорния Называется Крамстен И Он Просто Думал Когда Два Люди Любят Друг Ты Не Можешь Человек Не Можешь Мест И Он Просто Трог И Трог И Не Будет Стоп И Он Говорил С Наш Степ Америк Шолдз И Шолдз Должен С Советский С С Шевернадди Шевернадди Они Будут С Будут С Будущим С Рейган и Горбачер На Это С Шолдз Сказал Шевернадди Ты Знаешь Ты Сказал Что Горбачер Чел Много Перестра Класс Но Если Это Правда Как Они Два Люди Не может быть вместе. А сразу после этого я получила визу. Я получила визу в августе, поэтому был закрыт, собрал, и был открыт в августе, и потом был фонтанельяр. Поэтому это было долго, и был большой проблем, но на конечность я иду визу в августе. Спасибо большое. Если есть вопросы, уважаемые читатели, пожалуйста, дайте знать. И еще один вопрос по книге, которую мы сегодня презентуем. Книга называется «Конец антиграунда». Что пришло на смену антиграунду? Что было потом? А ты знаешь, после этого это было все специально. Обычно я делаю мои фото обоим хронологически. в хронологическом порядке. Поэтому следующая книга тоже будет, может быть, имя «Russian Rock – A New Era». Может быть, будет называться следующая книга «Русский рок» в следующей эре. Новая эра. Но это будет тоже следующая. Потому что сейчас моя следующая книга будет специальной. Все книга была Цоя, была его тема рождения в июне, что это его 60 лет. Поэтому это будет следующая. Спасибо большое. И мы переходим к вопросам из зала. Первый вопрос. Дорогая Джоанна, какие вы запомнили для себя диктора Цоя? Расскажите, пожалуйста. Ты знаешь, самое что я помню, что он просто был очень хорошим другом. Ты знаешь, для меня он был просто, очень просто быть вместе. Мы чувствовали, как мы знаем друг друга. И с самого начала, что мы уже знаем долго. И ты знаешь, он был очень любил быть заботливым. Ты знаешь, каждый раз, может быть, мы был на часовке, много людей. Я стою в одной стороне комнаты, и он другой. Иногда он будет смотреть на меня, как «Джо, все нормально». Он все время попробует, знает, что все нормально со мной. И в последнее время, когда я начала работать на следующий книг, все фото книгер, очень часто на фотографии он смотришь на меня, он все время знает, что я хорошо. Поэтому он реально, как хороший друг, огромный поддержка. Он постоянно выказывал свою поддержку. Спасибо большое. Следующий вопрос, пожалуйста. Жанна, скажите, были ли вы на репетициях или концертах обновленного состава группы «Кино-Кино-2020»? Спасибо. Да, я был на один репетиции «Питер», это был без видео, конечно, просто музыка, и для меня ты просто сейчас, ты смотришь, вот, видишь, Юра и Игорь Тикамеров. Ты знаешь, делал меня Игорь Тикамеров. Он не говорит много, но он все время любит. Я все время, мой имя делал Игорь Тикамеров, был «Микки Маус». Потому что, как ты смотришь «Микки Маус», ты чувствуешь веселый. Когда я смотрю Тикамеров, я тоже чувствую, что он хорошо. И сейчас просто делаешь, слышал песни «Кино-Кино» сразу. Любой песни. Это просто, очень знакомо, что ты сразу ощущаешь какую-то радость. Да, только, конечно, каждый слышал «Спокойной ночи». Это всегда очень трудно не быть грустно и думать, что Виктор Гейс здесь. Но вообще эта репетиция была очень хорошо. Я была на первый концерт в Москве, и я знала, что концерты и музыка были хорошие. Я была очень довольна, что Юрий играл как классная гитара. Но самое удивленное для меня, это был вот этот фильм сзади «Ценят», что Саша Цой делал. Я думала, ой, он есть реальный талант. И я сказала Саше после этого концерта, что после я видела все, что он делал в этом фильме, я понимаю, что сейчас Саша понимает его папа. Потому что если Виктор будет сделать фильм, он будет делать то же самое артист, и все вот это как Саша. Поэтому я просто чувствовала, что очень сильно рада делать Саше, что он делал что-то реальное, искусство. Очень большое и очень классно. Спасибо большое. Дорогая Джоанна, расскажите, пожалуйста, вот сейчас, в настоящее время, есть ли у вас какие-нибудь музыкальные предпочтения в современной музыке? Может быть, какие-то современные музыкальные стили? Или вам по-прежнему все-таки очень близка рок-музыка, и вы придерживаетесь этого направления? Я не люблю рап, я живу рап. Америка, много вот эта новая музыка делала меня и не понимает. Это моя дочь, конечно, делала музыку, когда мы на машине вместе. Если, может быть, 10 песен, я буду понравилась один песней. Поэтому я не слышу очень много новый рок, я не слышу новый русский рок. Конечно, Борис дал мне его новые песни, поэтому я еще слышу Борис. Я помню, это 40 лет рок-клуб, съемка Питера, это Маргарис. И я очень понравилась вот этой песней, Кинчев играл. Это было очень красиво. Ты знаешь, я еще люблю всю вот эту группу с 80-х годов. Спасибо. Следующий вопрос. Жанна, здравствуйте. Меня зовут Сергей. А у вас есть, допустим, любые песни кино, которая вам прям запала в душу? Потому что у меня, конечно, не много ли не данных хороших песен, но есть ли такая особенность, которая вам понравилась? Да, это очень трудно, потому что они почти все очень хорошо. Конечно, я очень любит, я на концерте очень любит, как-то он делает транквизор, транквизор, потому что это очень милый, очень сильный. Виктор как стоит, это класс. Я очень любит «Мама Анархия», потому что я любит как панк, это хорошая песня, троллейбус, группа Кроиды. Я не могу сказать, какой это самый лучший. Я могу, может быть, самый лучший 20 лет. Я люблю такие песни. Спасибо. Следующий вопрос мне здесь. Джоанн, добрый день. У меня такой вопрос. Скажите, вот сейчас, по сути, эстрада, наша рок, держится на старой школе. Пикник, колес, навыки, УЗДТ. А в чем вы видите вообще, на ваш взгляд, причину того, что сейчас русский рок уже не так популярен, не так сейчас, как, допустим, именно тогда? В чем вы включите это все? И смысл здесь, да. Ответили, да? Спасибо. Здесь был вопрос? Так, нет, уже нет. Иду в другую часть зала. Да, пожалуйста. Добрый день. Я президент партии «Доброе дело. Защит детей, женщин, свободные, грозные, пенсионеры против насилия с животными» и «Кирилл Фангарова». Кстати, в 24-м году собирались стать руководителем осторожным. Я снял фильм про Михаила Горбачева. И сейчас собираюсь снять фильм хороший, и фильм замечательный. И сейчас собираюсь снять фильм про нашего замечательного президента Владимира Ивановича Кузнецова. Хотел бы, чтобы вам порой в этом замечательном фильме. Также хотел бы, да, готовы ли вы сняться в этом замечательном фильме. И хотел бы вам вручить почетную грамоту за «Доброе дело» и диск моего фильма. Ужасшим, зарегистрированным. Спасибо. Уважаемые читатели, маски прокравляем. И на сцене тем более, да, без маски мы не поднимаемся. Спасибо вам за это. Выступление давайте оставим на финал, если у нас останется время. А пока вопросы, пожалуйста, Калия. Я, первое, я посмотрю, купим, потом не буду. Если мы сейчас через вас пройдем, можно подсменить месту. Планируете ли вы презентацию вашей участии в других городах России? Нет, ты знаешь, я должен быть презентацией моих книг, уже два три года назад на Коколе, на Эстонию, Латвию, Литвуэннию, но ископить я не могу. Конечно, три года назад, я не знаю, я был в Канненберге, и тебе было хорошее место. Но пока я просто в Питере могла. На будущее может быть. Спасибо большое. Вопрос справа. С правой стороны. Здравствуйте. Спасибо вам большое за пребют. Очень хороший получился. Ну, вот, любовь, это не шутка. Вопрос? Вопрос у меня. Я все лето гонял, если честно, в плейли, очень клево получилось. Вопрос в следующем. Какие наркотики вы употребляли в советском Ленинграде? Не, почему? Я просто жил в Петербурге, я знаю, что это за город. А вот именно в советском Ленинграде какие были в табы? В прошлом. Вопросик. Прям, лично, никогда не знал. Да, ты знаешь, что я бы очень известна в России, если кто-то жил здесь на 90-е годы, была чистая женщина. Я делала не надо мусорить. Все знают, что я не люблю вкус алкоголя, поэтому я очень редко пила алкогол. И когда я делала эти наркотики, я начала делать рутилку, как вода. Но я сама не делала наркотики, а все время Борис и другой делают. И когда я делала поезд после свадьбы, мы тоже приезжали в Москву и делали вторую свадьбу, вечеринку на даче Лепнинский. Потому что ты не можешь пить. И на поезд был я и Виктор, и были курят. И как это было поздно, мы были стоить вот это место, два поезда, где можешь курить. И курят тоже не курить, и я тоже. Но очень холодно. Это был классный. Четыре стоит, это было много шума. Но это был момент очень классный. И я когда-то решила дать маме курить сигарет тоже. И я просидела, дать денег пара, сигарет, и потом просто Криша поехала. Я не знаю, если это был сигарет. Поэтому я думаю, что я был наизмей, чтобы только вокруг был наркотик, и только я не узнала о этом. Спасибо большое. Следующий вопрос, первый ряд, пожалуйста. Спасибо вам большое за ваш визит, за вашу замечательную новую книгу, за вашу безграничную любовь к России и к польскому року. Это прям, это мейзер, ну правда. Такой вопрос. Как вы знаете, группы кино планируют большой тур по России в 2022 году. Планируете ли вы 21 июня участвовать в Петербурге, концерте с обновленным составом? И может быть, перед билетом Северный Солян, что я имею в виду, как и так далее. Да, как я уже сказала, в следующей книге будет весь книга по поводу Виктора и кино. И это будет июня. Поэтому у меня уже есть билет, что я билет на самолет, что я буду в России, что я могу быть на этот концерт Петербург 21. Потому что первый раз я видел масло, я хочу еще раз смотреть этот концерт, и я буду витер. Но я не думаю, что, может быть, тоже я буду попробовать делать готов, может быть, документальный фильм, что мой материал тоже витер. Потому что я очень люблю делать подавок, делал он это вошли, в следующей 60 лет. Поэтому будет, что я могу делать, я буду делать. Спасибо. Справа вопрос. Здравствуйте. А интересная вопрос в нашей кулькуме. WITHIN D soient віld, я буду регулятора в совсем несколько лет. Интересный вопрос, потому что много depriвали в этой серии. Молодые люди все время попробуют мне что-то, музыка. И когда я и в Лос-Анджурс, у меня есть другой работа и занятый. И просто я чувствую, что я очень далеко из этой жизни. но если что-то случилось если что-то произойдет само собой что я началась на фону молодой группе и параллельных людей и потом музыка может быть может быть что-то будет следующий вопрос ну вот здесь валерка прямо прямо здесь джанна скажи просто вот известно вот ваша фотография которого упубликовали вы и борис гребенчакова вы сидите в ванной а как возникла вашего триггия вы сильно были полностью голыми как чуть-чуть не стеснялись расслабился еще а среди а могу и так получиться что вашим мужем тогда стал бы не юрик госпарян да а константин кинчук один очень другой вопрос хорошо первый вопрос по моему вот это видео дела Первый год был на улице Горкий парк, но это была зима, поэтому никто был там, и это было очень холодно. И после мы делал съемку там, моя сестра делала камеру, мы вернулись в нашу гостиницу Cosmos Hotel, и всегда было очень смешно, когда Борис был только один из 40-х, может быть еще, может быть, Хинчев был, и Африка, но в принципе это был Борис, кто был не боится гулять на этой гостинице, потому что русские не должен быть там, и все время Борис делает, чтобы он начал гулять, и он говорит английский, как с акцидентом, как будешь, wow, that museum was great, wasn't that great, он говорит, как он турист, что они будут пустить его на улице, и мы вернулись в нашу комнату, и я делала вот этот bubble bath, из Америки, поэтому мы думали, давай мы делаем ванну, мы не думали до этого, это было сразу, если ты думаешь, киди, что мы можем, и Борис, конечно, вот это время, каждый раз у меня была идея, Борис просто сказал, давай, давай, просто думай, давай, что ты хочешь, я делаю, поэтому мы были на ванне, а в принципе голый, я не буду скажешь точно, но по-моему не был, но моя сестра была прямо там, вот это был съемки видео, поэтому он ничего сексуального не был, а второй, нет, Кинчин никогда будет, мой муж, но, конечно, было, но что случилось с Кинчин, но я была как любой другой женщина, и даже мужчина, потому что первый раз я был на фестивале, где Алиса играла, и был Костя на сцене, я смотрела, и я, и все народы просто мелтали. Ну, то есть все просто таяли от того, как Константин выступал на сцене? Поэтому, как он двигается, это был гипнотический действовал на сцене? Поэтому, конечно, я чувствовала, как, ой, это человек, как сексуальный, как красиво, но это не как либо, как я его, поэтому... Мой муж был Юра, не просто. Спасибо большое, Джоанна. Слева вопросы, пожалуйста. И у нас будет два финальных вопроса, для того, чтобы все успели подписать на него. Здравствуйте, Джоанна. Насколько я поняла, в свой визит вы не только успели провести две автограф-сессии, но и дать интервью Светлане Бондарчук. В инстаграм вы подписали фото with my old friend, и я бы очень хотела бы спросить вообще, как вас вела судьба, потому что, собственно, может быть, через каких-то музыкантов. Расскажите, пожалуйста. Да, ну, все, кто читал мои книги, знают, что я, когда мой карьер был в Москве, я делала много видеоклип, и после времени я сучил Федор, и он был режиссер, и я очень люблю его вкус. Я делала клип с Федором, и с Федором я с этим несколько раз с Светом, но когда Федор и его друг Степа Михалка приехали в Америку первый раз, Света был в месте, они были в Восходе, и я был как тургай. Поэтому она помню, что его первый раз был в Америке, это был я делал в Дизнеланд, вот туда-туда. Поэтому, реально, я не была близкой с ней раньше, я не стала очень близкой, но это было близко, что она была в Лос-Анджелесе с нами. Но она добрая и хорошая женщина, очень красивая. Спасибо. И первый ряд, предпоследний вопрос, пожалуйста. Здравствуйте, Джоанна. Хотелось бы задать вопрос. Мне кажется, каждый человек хотел бы побывать в прошлом, повторить какие-то радостные события в своей жизни. В каком году конкретно вы хотели бы побывать снова? Я люблю 86-й. Это был хороший год, это был, где я делал много с Борисом, мы писали много песен вместе. Я стал очень много времени, я и Виктор, мы были вдвоем, и это был первый год, что я могу быть на сцене и поет в России 86-го годы «Красная волна». Это был очень хороший год, поэтому я думаю, это мой вид. Спасибо. И первый ряд, финальный вопрос, пожалуйста. Джоанна, добрый вечер. Очень радостно вас видеть. Спасибо большое, что приехали. Спасибо большое, что отвечаете на вопросы. Спасибо, Анатолий, за ваше творчество. Вы были потрясающие. У меня вопрос про музыку. Хотелось бы узнать, планируете ли вы продолжать свою музыкальную карьеру, есть ли у вас какие-то планы в музыкальной сфере? И встречный вопрос. Какую музыку вы будете слушать сейчас? И вы уже отвечали про наш рок 80-х. А кроме этого, может быть, кого-то из зарубежных вы зайдете в группу исполнителей? Что вас это поможет? Спасибо. Ты знаешь, я уехала в 96-й, и у меня был мой последний пластиковый. И много лет я не делала музыку. Я делала продюсер, как музыка моя дочь. Но в последнее время это начало вокруг немножко. Недавно был этот архивный албом Гиджи, был песни, я писал, и делал записи Гривенчуков. А тогда будет второй архивный пластингов. Гиджи, четыре песни. Лиса, по-моему, если кто-то видел, видео-клипт «Доктор Фрэнкенстайн», что я сделала. И были там песни кино, я делала антистерский чек, и Борис, и игры. Поэтому были вторые архивные. Поэтому это как начало, обратное делаю музыка. Просто делать пластинговец. Поэтому, может быть, дальше, может быть, это просто случилось, что я начала делать что-то новое. Я не сняла точно, но я надеялась, поэтому я хочу. А новую музыку я слышал, ты знаешь, что я не слышал часто музыку, я слышал, как-то мой дочь, может быть, едет два часа, она делала музыку на машинах, и есть немножко хорошие песни, но это всегда одна песня, эта группа хорошая, одна песня эта, ты знаешь, много лет назад. Когда была хорошая группа, весь пластырь был хороший, 10-12 песен был хороший, сейчас на радио, это непонятно, кто это кто, есть очень много групп, есть хорошие песни здесь, поэтому я все время забыла имя, иногда как-то мы в машине, есть хорошие песни, я думаю, ой, мне не нужно знать имя этой группы, потому что как-то я в России, они будут спросить меня, кто я слышал, но я не могу помнить, извини. Спасибо.